Итак, мы говорим о трёх факторах, которые сопутствуют стабильности в обществе. Первое – это знание своего предназначения каждым человеком. Второе – это семья гармоничная. И третье – это духовность. И вот сейчас мы с вами поговорим о том, насколько важна гармония в семьях. Это тоже стабильность в обществе. И пока существует общество, будет существовать и семья, будет существовать и брак. Но, к сожалению, вы знаете, сейчас много разных течений, которые говорят, нет, брак – это не навсегда, и вообще какие-то придумывают различные новые модели. Но это всё явление временное, и всё равно общество возвращается, как мы видим в истории, к такому понятию, как семья и как брак. Но, вы знаете… Интересно было проведено исследование одним социологическим обществом, которое называется «Эйси Нельсон». Оно опросило в 45 странах мира… Около 23 тысяч человек. То есть такая достаточно серьёзная выборка, которой можно доверять. Ну и давали несколько вопросов. В частности, был вопрос. Согласны ли вы с тем, что брак – это навсегда? Вот был один из таких вопросов. Вот результаты ответа. И положительно на этот вопрос ответили 70% участников вот этого глобального вопроса. То есть 70% в 45 странах мира сказали «да, брак – это навсегда». Но смотрите, как распределились эти голоса. Что самое интересное нас удивило, оказывается, 73% мужчин сказали «брак – это навсегда». И 66% женщин. И только 66% женщин. Женщин почему-то меньше. То есть мужчины более нацелены на сохранение брака, нежели женщины. Причём в Северной Америке таковых 78% участников сказали, что брак – это навсегда. В Европе 61% сказали «брак – это раз и на всю жизнь». В России всего 47%. С этим согласны. То есть, видите, в России как-то люди больше не хотят создавать семью или сохранять её, если она создалась. То есть считают, что пожил с одним, можно в принципе пожить и с другим. То есть вот это нам стало грустным, эти данные. Следующий был такой вопрос. Вступление в брак – основной жизненный приоритет. Согласны вы с этим или не согласны? Да, ответили 61% участников глобальный вопрос. То есть главное в жизни, одно из главных, к чему должен прийти человек – это создать семью. 61% причём, посмотрите, мужчины опять же более романтичные. 64% мужчин и 57% женщин. В России чуть больше половины согласились с тем, что создавать семью – это самое главное для человека. Ну, там были другие основные приоритеты, там та же самая вилла на берегу моря, там достаток и так далее. Профессиональный рост, карьерный рост. Ну вот в России 58% всего сказали, что, в общем-то, семья – одна из приоритетов. Вообще, когда мы будем говорить «современная семья», вот во время нашей лекции, что мы будем иметь в виду по словам «современная семья»? Это не какая-то особенная. Не то, что какая-то семья с своими заморочками и у которой есть интернет. Нет, это просто семья, которая живёт в современных условиях. Вообще, у семьи есть свои модели. Есть некая традиционная модель семьи, традиционный вариант семейной структуры. Это какой традиционный вариант, скажите? Вот традиционный. Что значит традиционная семья? Муж, жена, дети. Причём главенствующее положение по традиционной семье, естественно, у мужа. Значит, слово «отца» – это закон. Мама – храничница очага, но это не значит, что она в современных условиях, мы видим маму только на кухне. Нет, но это женщина, от которой очень действительно зависит климат в семье. Дети слушают своих родителей. Вот она традиционная семья. Нет традиционной модели семьи. Это не то, что многие говорят. Появилось совсем недавно. Вы знаете, всю жизнь это было в истории человечества. Это всегда существовало. Всегда существовало. Просто сейчас, может быть, иногда сместились некоторые процентные отношения. Но всегда, пока существует человечество, есть вот эти интерадиционные подходы, которые в любом случае, в конце концов, сходят на нет и опять сдаётся добро традиционной семье. Это было в человечестве всегда. Но какие интерадиционные модели? Ну, во-первых... Полигаммы в семье. Всегда были в человечестве полигаммы. Когда один муж и несколько жен. Бывали. И сейчас есть. Или одна жена и несколько мужей. Ну, такого... Такой реже встречается. Говорят, что был матриархат. Но, знаете, сейчас, кстати, очень многие учёные ставят вопрос. А вообще, было ли это? Потому что сейчас как бы вот... Ну, есть две точки зрения у учёных. Но вот то, что полигамность, в смысле один муж и много жён, это всегда было, есть, будет в разных культурах это есть. Вторая модель нетрадиционная, это такая внебрачная, кровно-родственная, неполная семья. Или материнская семья. Ну, то есть, мама-одиночка. Когда мама воспитывает одна своих детей. Или одного ребёнка, или двоих. Чувствуете, мы говорим «мама-одиночка», а видите, как по-научному это звучит. Внебрачная, кровно-родственная, неполная семья. Это мама-одиночка. Вот. Следующие... Тоже всегда были мамы-одиночки, правда? Всегда они были. Дальше. Внебрачная, неформальная семья. Что это такое? Когда муж или жена имеют любовников. И даже, может быть, взять любовник от любовницы, там рождаются ещё дети. И вот вроде бы как-то пытаются мирно урегулировать эти проблемы. Ну, в общем-то, тоже всегда такие вещи были. Вот и не надо говорить, что это изобретение сегодняшнего времени. Ну, и последняя модель – это расширенная семья, когда живёт семья, муж, жена, дети, но плюс ещё в этой семье живут и, допустим, родители, и в то же время в этой семье есть дети от первого, от второго брака. Или они приходят от первого, от второго брака, и все считают, что вот надо жить мирно, хорошо, ну, подумаешь, всяко бывает, и вот такая вот... И приходит бывшая жена, или приходит бывшая мужа. Да, и все дружат, и все в замечательных дружеских отношениях. Вот сейчас пытаются сказать, что вот сейчас вот этот вот самый лучший, идеальный вариант семьи. Давай останемся в семье. Да, но сейчас, в общем-то, конечно, все и психологи, и социологи сходятся на том, что это миф. Вот такое вот мирного существования подобных вот нетрадиционных моделей ну, практически невозможно. То есть, понимаете, рано или поздно всё равно человечество, и учёные те же самые, почему объявили год семьи, ведь не объявили год семьи, имея в виду полигамную семью или расширенную. На всех плакатах, как мы видим, во всех вот этих правительственных документах, кто там? Мама, папа, дети. Правильно? Всё. Нигде мы не видим, где-то за кадром, любовников, любовниц и так далее. Ну, вот нет такого. То есть, как бы, всё равно ставку мы делаем, и правильно делается, ставка на правительственном уровне всё-таки на традиционную семью. Потому что это та семья, которая действительно имеет будущее, и только благодаря таким семьям есть будущее государства. Это уже поняли. Идём дальше. Но, тем не менее, существуют определённые последствия социального характера, и последствия именно нравственные, духовные последствия от того, что часто процент вот этих нетрадиционных моделей семьи преобладал над традиционной. Вы участвуете, как это было последние несколько лет, пока всячески у нас гражданский брак продвигался, пока всякие вот эти вот нетрадиционные модели муссировались во всех средствах массовой информации. Сейчас вы обратили внимание, может быть, знаете, сейчас намного меньше. В связи с годом семьи политика резко повернулась. Сейчас, знаете, сейчас уже вот это не рекламируется. Если где-то что-то проскальзывает, вы знаете, это очень быстренько так пресекается. Замечательно. Возвращаемся и на уровне правительства к тому, почему нужно вернуться, если хотим, к будущей нашей страны. Итак, какие же последствия? Но последствия, всё-таки последствия мы переживаем. Смотрите. Во-первых, снижение уровня брачности. Что это такое? То есть, во-первых, растёт возраст вступления в брак. То есть, всё позже и позже люди вступают в брак. Если дальше в 18, в 20 создавали семьи, в 22, в 25. Сейчас уже считается нормальным ждать до 30. Сначала нужно заработать себе квартиру, машину. Но при этом не ждут, а живут некими сожительствами, заводят любовь. Вот эти самые гражданские. Но в брак не вступают. То есть, люди не видят семью как какой-то приоритет в своей жизни. Снизился уровень. Вот из-за того, что шло вот это вот суммусирование вот этих вот нетрадиционных вещей. Рост числа разводов – это среди тех, кто создал семью либо очень рано, либо уже нагулявшись. Вот люди нагулялись, семью создают, а в голове всё равно они кем остались? Теми самыми сожителями, любовниками, любовницами. И зависимыми людьми. И зависимыми людьми. Ну и, соответственно, идёт развитие депопуляции. Что это такое? Когда у нас смертность превышает рождаемость. Есть даже такое понятие, как феномен русского креста. Знаете? О, мы ввели официально этот феномен несколько лет назад. Вот у нас в России смертность вот так растёт, а вот так снижается рождаемость. Вот этот феномен назвали русским крестом. Вот такой феномен есть только у нас в России. Это феномен. Представляете, даже в Зимбабве… Не такой крест, как у нас в России. В общем, мы находимся на 57-м или 58-м месте среди третьих стран. Это на сегодняшний день? На сегодняшний день, да. Поэтому, в общем-то, я объявлен Год семьи. И сейчас всё это как бы идёт к тому, что уже начали понимать, что вот то, что происходило, вот эта вот деградация нравственных и семейных ценностей, привели вот к такому русскому кресту. Поэтому мы с вами сейчас как раз находимся, должны быть в активной части общества, которое должно служить, в том числе и государству, в котором мы с вами живём. Чтобы вот этот вот русский крест, вот этот феномен исчез вообще как феномен. Если мы действительно граждане нашей с вами страны и любим нашу Россию. Вообще, что сейчас происходит с нашей современной семьёй? Есть как положительные моменты, так и отрицательные. Во-первых, конечно, сейчас семьи создаются по любви. Ну скажите, то, что любовь – основа семьи, это классно. Это здорово или нет? Конечно. Но есть обратная сторона медали. Посмотрите, часто за любовь принимают спонтанность и чувственность. Вау, мы так любим друг друга, надо быстрее пожениться. Классно, чтобы нам было всё это, пока это никуда не ушло. То есть, с одной стороны, вот он плюс, но тут же, понимаете, вот он пошёл минус. То есть, вот какие-то тут вещи не срабатывают. Дальше смотрите. Семьи у нас заключаются вне зависимости от социальной, национальной, религиозной, территориальной принадлежности. С одной стороны, хорошо, если действительно два человека полюбили и женят. И неважно, где живёт, или неважно, какой там он социальной прослойки. Национальность, это же хорошо. Ну, вроде бы как. Попробуйте раньше, вот, например, взять девушку из другой деревни. Из другой деревни там скандал будет. С мордой наблюдаю. Да, что-то своих не хватает. Понимаете? А сейчас вот как-то, ну, это же хорошо в современном обществе. Мы же такие все демократы стали, да? Ну, не то слово я сказала. Такие свободные стали. Свободные стали. Ну, смотрите. Необдуманность. Потому что совершенно не принимается внимания вот эта вот разница в национальных, каких-то культурных аспектах. Уж тем более религиозных аспектах. Тем более, когда совершенно люди, принадлежащие к совершенно разным религиозно-культурным обществам, создают брак. Они даже порой не обдумывают вообще, что их потом в жизни ждёт. То есть, с одной стороны, вроде бы хорошо, с другой стороны, ничего хорошего. Свобода, заключение, распоряжение браков. Ну, с одной стороны, хорошо. Встудут, наверное, Анну Корейнину. Никому не обязывают жить до конца с нелюбимым человеком. Да, это бедная Анна Корейнина, которая решилась броситься под поезд. Вы знаете, а вот вы сейчас возьмите, прочитайте, вот уже с точки зрения нашего жизненного опыта. Слушайте, у неё замечательный муж. Сколько он её терпел. Слушайте, вы знаете, вот я читаю, я просто восхищаюсь этим мужчиной. Как он забирал ребёнка от этой истеричной женщины. Он её постоянно прощал. Он говорит, ты вернись, я тебя прощу. Он готов был в любой момент её простить. Понимаете, всё. Но, вы знаете, мне понравилось, как один врач поставил диагноз. Говорит, да там, говорит, явно маниакально-психический синдром у неё. Вот, говорит, прям по ней можно вообще классику писать вот этого заболевания. Медицинского характера. Да. Понимаете, то есть, как бы вот эти вещи, ну, нам-то как это преподносили? То есть, с одной стороны, хорошо, что свобода. Ну, с другой стороны, смотрите, какая безответственность. Хочу, женюсь, хочу, не женюсь. Хочу. Надоел, развёлся. Ну, понимаете. На 100 браков у нас 80 разводов, представляете? Да, вот данные по прошлому году. На 100 браков 80 разводов. Это очень страшные данные. В течение первых... Да. А в позапрошлом году на 100 браков было 116 разводов. Ну, правда, гражданских браков тогда было больше, да? Значит, смотрите, если, скажем, в течение первых четырёх лет разводится 60%. Можете представить? В течение первых четырёх лет страшные цифры. Причём 75% из них люди такого нормального, среднего возраста, то есть, самого трудоспособного. До 35 лет, когда люди действительно рожают детей, когда их воспитывают, то есть, страшные цифры. Почему? Вроде бы вот из этих мнимых плюсов родились вот эти вот страшные минусы. Дальше, посмотрите, увеличение нуклеарных семей. Ну, что такое нуклеарная семья? То есть, одно поколение, максимум два. То есть, муж с женой, ну и плюс ещё дети могут быть в этой семье. То есть, в одной семье живут муж, жена и дети. С одной стороны, плюс, ну, это же по Писанию, создали отдельную семью, отделились от родителей. Ну, вроде бы, хорошо. Но, с другой стороны, смотрите, ведь порой дедушки и бабушки полностью исключены из семьи. От внуков их отдалили. Они могут жить вообще в другом городе, то есть, нет учёта опыта предыдущего поколения. Мы не говорим, это хорошо или плохо, но мы говорим, что не учитывается вот это всё. Опыт предыдущего поколения не учитывается. Как учить дальше-то? Кто будет учить? Родители зарабатывают деньги, кто будет с внуками сидеть, кто будет прививать важные жизненные ценности. Как можно прерывать связь поколений? Если дети даже не могут составить своё дерево родовое, это же страшно. Это же страшно, если мы не знаем прошлого опыта. Это действительно, вот он, пожалуйста, пошёл на минус. Дальше, смотрите, семьи одно-двухдетные. С одной стороны, хорошо, свобода. Наконец-то мы можем вздохнуть, не надо там кучу детей воспитывать. Есть время посвятить себе, есть время заняться собой. Как-то вот это взять... Карьеры, театры, ещё что-то. А с другой стороны, эгоцентричность личности в семье. Растёт эгоизм. Папа на себе зациклен, мама на себе. Потому что я самый главный в семье. И я тоже делаю парень. И дети каждый на себе, понимаете? И ребёнок говорит, я самое главное. Я сейчас затопаю ногами, начну стучать головой о пол, и всё, укупит меня. Вот знаете, вот есть такая русская пословица. Один ребёнок не ребёнок, два ребёнка пол ребёнка, три ребёнка это ребёнок. И вы знаете, что самое интересное? Вот эту пословицу сейчас уже психологи говорят, что это правильно. Потому что если один ребёнок в семье, семья, вот какой была так осталась, каждый эгоист. Сам по себе. Это не семья. Рождается два ребёнка, два ребёнка начинают бороться за любовь родителей. Это опять эгоцентризм. Возникает конкуренция в семье. Это опять эгоцентризм. Вот они дети, эгоисты между собой борются. Кто больше завоюет внимание и любви от родителей? А вот когда рождается третий ребёнок, вот только тогда семья начинает нормально функционировать. Вот тогда действительно ни конкуренции нет среди детей за борьбу родителей. И тогда же родители начинают действительно думать о детях. Это опять же не наши какие-то исследования. А давно уже такая русская пословица есть, давно уже народная мудрость об этом сказала нам. Все, один ребенок не ребенок, два ребенка вообще полребенка. Ну вот как хотите. И набрается выражение Адлера, который сказал, что семья – это отражение общества в миниатюре. Безопасность всего человеческого сообщества зависит от состояния семьи в этом обществе. Ну и дальше, значит, какие болезненные тенденции? Мы немножко уже о них говорили, но вот как они влияют на семью. Смотрите, две болезненные тенденции. Первая – это признание мизерного числа гениев. То есть человек, который может сам принять решение, отстоять его и что-то сделать в этой жизни. И нам это порой, знаете, даже вкладывают в голову. Вот, например, вы что-то хотите свое сказать, вам говорят, что высовываешься, самые умные что ли? Слышали? И гений нашелся. И вы идете с таким мышлением в семью. А мы все росли с таким, тебе что, личное важнее, чем общественное? И это было стыдно? Ты думаешь о себе? Помните? Это уже мы, смотрите, второй перекос делаем. То есть определение большинства людей как масса, как электорат. То есть получается вот такая вещь. То есть, и вот получается, в результате всего этого гениев нет, их совсем мало, я ни на что не могу, я просто в массе. И мы таким образом все это несем в семью. И семья, получается, уменьшает свое значение, нивелируется. Ну, если гениев нет, все такие в массе. Ну, что там семья в муравейнике, понимаете? Ну, что там такое может быть? И в результате то, что семья потеряла свое, так сказать, предназначение изначальное, да? Что произошло? Потеря первоначального смысла предназначения ролей в семье. То есть вот эти вот роли, которые были установлены с самого начала, они потерялись. Что мужчина лидер. Он принимает решение, он отвечает за все последствия. Он не просто там, знаете, один из родителей, он лидер, глава. И с него потом будет спрашиваться за все. Вот, а тут получается все, все роли перепутаны. Значит, он лидер, я тоже хочу. А потом у меня не получилось. Я зарабатываю больше, чем он в конце. А потом у меня не получилось лидер, семья разваливается. В конце концов, ты мужик или не мужик, чего ничего не можешь сделать. Понимаете? Все, вот там все вот так вот перемешалось. И непонятно, с кого спрашивать за то, что семья разваливается, за то, что дети остаются без родителей. Сбежение личной ответственности перед собой, перед семьей и перед обществом. Я, что ли, виновата? У нас правительство такое. Обещали 250 тысяч, не дают. Сколько раз мы это слышали? Что, вот родила двух детей? Жди вот этого, 10-го года. Слушайте, понимаете, то есть все. Вот идет вот это вот совершенно полное нивелирование ценностей семьи. Сводим на какие-то другие вещи. На материальные какие-то вещи. Дисбаланс понимания человека как носителя социальных ролей, с одной стороны, то есть он член общества, но с другой стороны, это уникальные личности. И вот если этот дисбаланс наступил, естественно, в семье тоже самое идет дисбаланс. Понимаете? Вот, и что происходит дальше? Взрастает количество одиноких людей. Ведь посмотрите, сколько сейчас одиноких людей. А сейчас делается такое, знаете, порой такая виртуальная реалия. У меня полно друзей в интернете. У меня друзья и в Париже, и в Нью-Йорке, и в Бомбее, и где угодно. А он сидит один. А он один. И вот он сейчас исчезнет из поля зрения этих друзей, там даже никто не заметит. Потому что у каждого из этих его как бы друзей точно так же. И вот этот несчастный ребенок вырастает несчастного взрослого, который создаёт несчастную семью. И вступает в пассивную часть общества. И в результате получается бесчастное общество. Конечно. То, что его сделали таким, это ставит ему в вину как бы педагогически запущенность. С себя снимает ответственность. А он, соответственно, себя снимает ответственность. Что вы хотите, а педагогически запущен. А если еще потом прочитать здесь свои карточки из АПР, задержка психического развития. Понимаете, все. То есть практически идет, понимаете, снятие. Вот это вот та самая подростковая психология. Виноват кто угодно, но не я. Вот, вот, все. Вот такая штука происходит. Откуда идет результат нивелирования семьи? Семья не взяла на себя ответственность. Глава семьи не взяла ответственность. Мать не взяла на себя ответственность как помощница главы семьи. Все. Вот оно пошло. Вот, знаете, как карточный домик раз рассыпался. Вот что мы сейчас имеем. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Преодоление. Во-первых, обретение свободы и принятие ответственности, закладывающей основы нравственности не только в каждом человеке, но и в основы семьи. То есть я отвечаю не только за свои действия, но и за состояние окружающей действительности. То, что вокруг меня творится. То есть моя субъектность проявляется не только в моих правильных решениях, но чтобы вокруг меня люди получали возможность принимать правильные решения. Это как раз и есть субъектность. То есть не только я поступаю правильно, но и я влияю на то, чтобы вокруг меня общество изменилось к лучшему. Дальше преодоление. Во втором пункте важно определить роль и укрепление статуса мужа и жены в семье. Но тут Миша, конечно, Карамзина выписал. Отрицающие слова у Карамзина, что без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря ни на какие школы. Какие бы школы ни создавались, если не будет мужчины, не будет человека ответственного, принимающего решения, влияющего на этот мир, не воспитать нормальные личности. Бесполезно вообще. Это просто бесполезно что-то делать. И третье. Осознание своих обязанностей, как личности, перед жизнью и обществом в целом. А для этого, конечно, нужно укреплять институт семьи, во-первых. Во-вторых, утверждать настойное начало в человеке, что для сего есть смысл. В человеке должна быть ценность. Ценностно ориентированный он должен быть. Приоритеты должны быть в жизни. И, конечно же, ответственность перед жизнью. Но опять это все нужно разбирать конкретно. И вот почему мы сейчас говорим, что мы всячески радуемся, когда идут вот такие приглашения на какие-то молодежные встречи, потому что важно, чтобы они с самого начала начинали правильно воспринимать, что такое семья. Мы вот эти мотивы разбирали очень подробно на нашем курсе по семейным отношениям. Просто сейчас чуть-чуть повторимся. Вот посмотрите. Ведь эгоистичные мотивы вступления в раку очень часто руководят людьми. Сексуальное влечение. Мы очень часто слышим, хочется, гормоны в голову ударили, поэтому женимся. Пора. И мне пора. У женщин так говорят, биологические часы тикают, поэтому я замуж ухожу. Вот у нее, понимаете, какая вещь. У нее часы затикали, и она начинает пользоваться мужчиной, чтобы они не тикали. И я женюсь, потому что, чтобы мне больше не бегать, не искать, есть уже под руками средства. Для удовлетворения сексуальных моментов. Понимаете, ну что самое страшное, ведь очень много мы встречаем и в церквях людей, которые считают, что это самый главный момент. Говорят, но ведь написано же... Не можешь воздерживаться, женись. Вот это самый главный мотив. Вот он мотив для создания семьи. Мы всем говорим, что вы на самом деле думаете, что только животные инстинкты являются мотивом для создания семьи. Если у тебя нет силы воли, то что-то хотя бы... Понимаете, если такие вещи в церкви проповедуются, что это? Это практически насаждается эгоистическое мышление по поводу семьи. Получается, идет нивелирование в данной церкви семейных ценностей. Вот и все. Второй эгоистичный мотив, который тоже есть. Давление стороны общества. Но мы все живем в обществе. Нас нельзя вырвать из общества, и мы не можем жить на небитаемом острове, как Робизон Крузо. И тот не мог его выдержать длительное время. Всегда будет общество, которое будет задавать вопросы, спрашивать, что, как, почему. В общем, всегда существуют стереотипы определенные. А стереотип есть конкретный. Женщина должна быть замужем, иметь детей. Правильно? Живем в таком обществе. Вот если женщин не замужем, а детей нет, но она какая-то второсортная прям. Что-то у нее там ненормально. И на нее смотрят как на второсортную, причем в церквях тоже так смотрят. Правда? Вот у нас есть масса программ для женатых, для мужчин, для служителей, для мам. А вот почему-то для одиноких людей, для неженатых, незамужних. Программ-то вообще раз-два и обчелся. Мы только одну знаем. И то вот сейчас она как-то вот... Начала затухать. Начала затухать. Вот здесь была программа, именно была программа, которая называлась «Неодинокие сердца». Вот мы просто были у них на этих конференциях, была специальная у них программа для холостяков, кому за 30. Понимаете? Ну все, ее не поддержали. И мужчина, если не женат к годам к 30, на него смотрят косо. У тебя с ориентацией, все в порядке, почему до сих пор не женился? А в одной церкви вы конкретно слышали, там повторно так, если вы к 30 годам не женились, мужчина, вы его начинаете вонять. Срочно женитесь. Я вас в церковь не пущу. Ну, конечно, он шутил, но тем не менее доля правды в этом есть. Но оно есть вот такое. Может, не физически начинаешь, но, по крайней мере, уже что-то там происходит у тебя. Ну, то есть, какие-то, понимаете, ну, это понятно, что это все стереотипы. Ну, что ты же с этим надеешься? А мы все время говорим, говорим, не женатый, не замужний человек, это золотой фон церкви. Читайте, что об этом говорит апостол Павел. Этот человек может все свое время, все свои эмоции, всего себя посвятить служению. Служению Бога. Поехать, сделать, посвятить, сделать. Как только человек женился, вышел замуж, девушка, все, она теперь массу своей энергии, он массу энергии теперь тратит на семью. Первую очередь. Первую очередь. Потому что не умеющий заботиться о своей семье, будет ли пищейся о церкви. Это правильно. Это правильно. Мне говорят, что это плохо или нет. Но не женатый, не замужний. Но не женатый, от этого не хуже. Это золотой фон. Они не становятся хуже. Вы понимаете, но посмотрите, какое идет видение. Видите, тут какое видение. Видение, оно противоречивое. Дело в том, что считается, что одно хорошо, а другое плохо. Оказывается, это два раза хорошо. Два раза лучше. И это хорошо. И это что-то лучше, что-то хуже. Оно оба хорошо. Но просто когда человек из этого лагеря, скажем, из лагеря золотого фонда перебирается в лагерь женатых и замужних, тут уже просто начинает смещаться немножко его, так сказать, приоритет. Но это не значит, что он стал хуже. Не значит, что он стал хуже. Но, с другой стороны, наверняка мы тоже слышим, что жениться собрался. Все, потерянный для общества человек. Тоже есть такое. Тоже такое есть. То есть, вот эти вещи, они действительно как стереотипы сидят, над нами давят, и мы начинаем думать. А мы живем среди них в этом обществе. Ну, если я выхожу замуж, для того, чтобы ко мне не приставались с глупыми вопросами, чтобы я была полноценная, получается, я им начинаю пользоваться. Правильно? Это эгоизм. Это эгоизм. И я женю, чтобы ко мне не приставались с глупыми вопросами. Я просто ее использую как защиту от этого общества. Да ей жена, отстаньте. Ну да. По предписанию выполнено. Все, это чисто эгоизм. Понимаете? Следующий эгоистичный мотив, который тоже присутствует. Поиск комфорта. Вот читаешь такую газету в брачных объявлениях, просто диву даешься. Есть гараж для твоей машины. Нет, нет, другое. Хочу замуж, чтобы было кому в старости стакан воды подать. Да? Ты хочешь в старости воду носить? Ну, заняться в однике, воду ему воду. Хорошо. Ну, понимаете? Я согласен. Ну, значит, вообще-то смешные какие-то такие вещи. Ну что, это опять эгоизм? Или что еще? Какой эгоистичный мотив? Эмоциональный всплеск. Почему жизнь? Потому что мы друг друга любим. Вау! У нас так все классно. Мы говорим, ребят, ну, друга не любят. У нас так все здорово. А вы готовы к тому, что сейчас то, что между вами кончится, оно кончится? В течение трех лет откончается. Эмоции пройдут. Сто процентов уходят. А потом ваши эмоции пойдут по знакам минуса. Что? Все, больше не люблю. Любовь – это не эмоции. Любовь – это нечто другое. Это больше. Это у нас целый семинар. Тоже один из самых последних семинаров о том, что же такое любовь. А эмоциональный всплеск это тоже эгоизм. Я когда рядом, у меня эмоции бушуют. Давай, будь со мной рядом всегда. Раньше я себя один любил. Теперь я хочу, чтобы меня вдвоем любили. Давай, выходи за меня. Да, ну эгоизм. Вдвоем-то меня любить лучше. Эгоизм чистой воды все это. Или еще какой мотив? Желание иметь детей. Женимся, чтобы детки были. Это тоже эгоизм, кстати. Вот я рожу для себя. Или нет. Например, вот... Важно продолжать род, да? Чтобы было кому передать фамилию. И вообще предназначение женщины быть матерью. И размножаться надо. И, значит, получается, я его использую, чтобы меня оплодотворили. Так получается? То есть, если женщина выходит замуж только для того, чтобы рожать детей, ей нужен человек, который ее оплодотворит. То есть, ей не нужен мужчина как личность. Ей нужен просто хороший, такой здоровый, племенной. Получается. А если мужчина, скажем, ну, действительно сейчас уже 25% семей имеет проблему с фертильностью. Что такое фертильность? Это вынашивание и зачатие ребенка. Зачатие вынашивания. 25% имеет проблему. Значит, если у него проблемы с этим, значит, все он мне не нужен. Или если у меня с этим проблемой, значит, я не знаю. И я, если же не столько для того, чтобы плодиться, размножаться, наполнять эту землю, получается, мне женщина как личность-то не нужна. Мне нужна хорошая родильная машина. Сам я это делать не умею, но приходится подручный материал использовать. И если вот удивительные люди, вот не понимая это, вот эти вот мотивы берут в качестве основополагающих, они уже пойдут не туда, они обречены, у них шансов и шансов у них нет. Они свое предназначение не выполняют. Не выполняют в семье. И семья не выполняет свое предназначение, не пошли значения ни сюда. Так какая же тогда цель семьи? И мы об этом тоже неподробно говорим и рассматриваем в нашем курсе по семейной единице. Но дело в том, что если семья не выполняет предназначение, там они действительно все становятся в риске, в группе риска, тем, что они падут в зависимость. И смотрите, главное-то к чему эти предназначения супружества? Мы вот выписали его. Такое научное определение. Это гармония, счастье и единство, основанное на вечных, духовно-нравственных, общечеловеческих принципах построения взаимоотношений в семье. Если сказать проще, это во всей полноте отражать образ Бога. И сотворил Господь Бог по образу своему, по подобию своему, сотворил его, мужчину и женщину, мужа и жену. То есть, вот, если семья к этому пойдет, а потому что самое интересное будет происходить. А образ Божий, какой вам рисуется, говорят, образ Бога? Какой это Бог вам представляется? Давайте подумаем. Это сварливый Бог, Ворчливый. Отсутствующий дома. Скандалист. Который плевает на детей. У него самое главное служение. На работе. Самое главное на работе. Какой образ вам рисуется, когда вам говорят, Бог? Совершенный. Совершенный. Это добрый, ласковый, любящий, заботливый, нежный. Постоянно присутствующий, готовый открыть свои объятия. Вот. Вот он образ. Вот такой образ и должна семья предлагать всем людям. И смотрите, что вам интересно, если семья идет к этому предназначению, дальше интересная вещь происходит. Вот то, что мы перед этим назвали, вот это все будет бонусом. Вот есть такое слово современное. Или благословением, как угодно. То Господь благословит, секс будет потрясающий в такой семье. Если цель правильная, секс будет. Даже если муж импотент, секс будет потрясающий. Вот интересно, вот вы зря смеетесь. Мы однажды об этом сказали, знаете, в этот семинар для классных руководителей школ. Классных руководителей. Она говорит, свидетельствую. И у меня, говорит, мой муж, говорит, умер. Я, говорит, вдова, и, говорит, я второй раз выходила замуж, специально, сознательно, зная, что он не может иметь детей. Он мне сказал, я не могу иметь детей, у меня, в общем, вот так. Но, говорит, ну, я так полюбила этого человека, и я с него вышла замуж. Вы знаете, с ним, говоришь же, уже почти 30 лет. Я вам могу сказать, не хуже, чем с мужем. У нас такие отношения, такой интим. Даже без полового. Вам, говорит, и не снилось. Такие интимные отношения, такие ласки и нежности. А потому, что, я, говорит, правильно, я поняла, почему, говорит, вот сейчас вы мне сказали, почему. Потому, что, когда мы женились, мы все поставили на нас, мы с тобой будем счастливыми, мы будем такими счастливыми, что нашим детям, ну, вот, нашим детям, то есть, он сразу сказал, это наши дети, ее дети трое от первого брака. Им будет хорошо. И будет хорошо не только нашим детям, но и нашим мамам, и нашим друзьям, и всем с нами будет хорошо. Вот цель поставили люди, все, у них секс замечательный, давление со стороны общества, представляете, вот она при всех это сказала, вот если бы она испытывала давление, которые посмотрели, да, серьезно, такое возможно, но она, знаете, легко, вот она на общественное мнение, мягко говоря, она говорит, я знаю это, я это пережила, вот это все равно, что про нее думают, понимаете, вот когда у семьи правильная цель, им вот это давление, знаете, вот как мячик, так отскакало, отскочилось все. И благословит Господь комфортом, вы знаете, такая пословица есть, с милым рай в шалаше. И это правда. Если цель правильная, вот мы жили в Москве в два года, мы уже говорили там, работали, когда защищали диссертацию, консультируем мы людей, и на этой пресловутой рублевке, да были мы там, были мы там, в этих домах. Где на каждом этаже по бассейнчику такому небольшому, с лодочками, да, в демотике в углу плавают, незаметно. Были мы в таких домах, и были мы в домах, знаете, вот приезжают вот эти гастарбайтеры, вот называют, да, людей, вот живут в одной квартире, в однокомнатной, муж, жена, трое детей, да еще маму больную выписали. Знаете, заходишь в эту квартиру, а там вот так классно, вот так тепло, так радостно, и детки такие счастливые. Ну, знаете, ну, это совершенно не зависит, вот если цель правильная, будет комфорт, цель неправильная, хоть что-то этим людям, да, им плохо будет. Шалаш или особняк, неважно. И эмоции, знаете, какие будут замечательные, вот если цель у семьи правильной, у них такие чувства, такие эмоции, даже когда они... Каждое утро будешь влюбляться в свою жену. И даже когда муж раздражает, все равно даже вот на пике минуса спросит, любишь мужа, и ответишь, да. Потому что когда цель правильная, любовь присутствует даже при отрицательных эмоциях, да, они присутствуют. И детки будут благословенными. Даже если не свои дети, даже если приемные дети. Даже если духовные дети, которые у тебя живут. И это будет благословение, вы понимаете? То есть, вот если цель правильная, то в семье все будет правильной. Вот цель должна быть правильная. А цель – это счастье, гармония и единство, основанное на вечных библейских принципах. И, естественно, эта цель реализуется конкретно. Вот есть некие функции в семье, где реализуется вот эта цель семьи. Ну, во-первых, это воспитательная функция. Причем воспитывают не только маленькие детишки, да? Мы друг друга воспитываем. И дети нас воспитывают. И родителей своих пытаемся воспитать. Хотя они на нас, да? А тут идет все, семья начинает воспитывать. И мир вокруг воспитывается через семью гармоничную. Во-вторых, функция семьи хозяйственно-бытовая. Есть такая функция? Есть. Обязательно. Обязательно. Интересно, что даже в этой функции, казалось, фу, материальная. Вы понимаете, происходит все равно становление. И достигается вот эта вот самая цель. Эмоциональная функция? Да. Где получаешь отдых, где можешь расслабиться, побыть самим собой. Не нужно одевать маску, как на работе. Да? Можно действительно быть самим собой. И даже таким меня жена может любить. И даже если плохое настроение, значит, все равно тебя любят. И твои дети, дети имеют право. Но приходя сюда, я могу получить заряд необходимой эмоций, чтобы и с детьми нормально поговорить, и жену любить. И эмоции свои проявлять, все хорошие. Конечно, функция духовная. Это обязательно. Ее никто не отменяет. Именно вот это вот формирование нравственной ценности, приобщение к истинам, духовного мира, смысловым миром, узнавание Бога, его личности и так далее. Где как ни в семье это произойдет лучшим образом. Функция первичного социального контроля обязательно должна быть. Где происходит первая социализация человека. А когда человек становится стареньким, как он будет теперь себя вести? Кто ему может помочь? Что необходимо сделать? Как решать конфликты? Тоже все это в семье. Понимаете? Все реализуется в семье. Вот, если цель правильная, вот так вот мы к ней идем. Реализуете функции в семье. Ну, конечно же. Сексуально-эротическая, да, ее тоже никто не отменял. Если цель правильная, вот именно через правильную вот эту функцию мы точно так же достигнем гармонии. И седьмое, вот интересно, что, вы знаете, очень долго в нашей литературе не было этой функции. Целый век практически. Она была до семнадцатого года, потом ее большевики исключили. Там же не было частной собственности. Но теперь она опять присутствует среди функций в семье. Преумножение и передача по наследству частной собственности. Это хорошая функция. Хорошая функция. Если семья действительно идет в свои цели, она при этом понимает, что вот родители уйдут. И замечательно, если у родителей есть возможность детям оставить, ну, хотя бы там, я не знаю, что-то. Это же хорошо, если родители, кроме всего прочего, не только духовные наследия ставят, но и что-то еще. Что, можно потрогать? Это замечательно, если семья и эту функцию сумела выполнить. Скажите, а вот эти все функции в Писании вообще есть? Вот, знаете, задание на дом. Вот давайте подумайте, где вот эти функции? В Священном Писании. В Писании есть. Завтра просто посмотрим, кто что, может быть, нашел. Хорошо? Хорошо? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok